Для родителей. Они у них и так есть. Вот у нас сидит символизм. Все это понимают. Или я не прав? Скажите, что я не прав. Ну кто-то раз. Всем это прекрасно. Вам нужен ремонт. Ну секундочку, подождите. Ремонт отремонтирован. Секундочку. Течет, если я правильно поняла, только вот купить. Ну да. Сесть под домом. Это просто надуманное. Конечно. Это не может поделиться. Сесть под домом. Да тут не потечет, тут люди живут. Да на ремонте денег распилить можно. На ремонте дом. Течет козырек. И все. Там пять квадратных рублей. Для этого не надо. Все здание эвакуировать. Конечно. Будь серьезная. А если честно, даже не так течет, а течет где-то в другом месте. У кого-то в головах что-то течет уже. Текут деньги, доллары. За границу у вас течет. Я не понимаю. Загородный дом у вас где-то течет. Зачем делать ремонт? Вот ремонтирован в помещении уже сотый раз говорю. Зачем? Зачем делать ремонт дома у вас. Вся параклиническая служба к ней относится. Это лаборатория, рентген, ультразвуковая, функциональная диагностика, ультразвуковая. Она уже в течение двух лет проводилась на бане третьей поликлиники. Речь сейчас идет. И вот тот накал страстей, который произошел, исключительно из-за педиатрической службы. Но мы в третьей поликлинике выделили три только что отремонтированных кабинета. Целое педиатрическое отделение. Докторам предоставлено три новых кабинета. Они полностью оснащены компьютерной техникой, всем необходимым стол, стулья и прочее. Спланировано расписание. В каждом кабинете будут принимать два доктора десятой поликлиники. У кого-то утренний прием, три часа, у кого-то вечерний прием. Условия для детей просто улучшены. Поэтому я так полагаю, что родители, многие, наверное, не были в третьей поликлинике. Там проведен ремонт. Ремонт в соответствии со всеми нормами, имеющимися требованиями. Ну да, это здание, исторический памятник. И в рамках того, что можно было сделать, там сделано все. Отдельные входы, лестницы, стрелки. Обретается сейчас уже для пяти ступеньек, для инвалидов, коляска, которая может шагать по этим ступенькам. Там предусмотрен кабинет, прям непосредственно на первом этаже, где будут обслуживаться инвалиды. Поэтому я так думаю, что родители, когда придут в третью поликлинику, они поймут, что условия для оказания медицинской помощи детям улучшены. Улучшены и, понимаете, в разы. И для докторов участковых тоже условия совершенно удовлетворительные. Светлые, новые, чистые, отремонтированные кабинеты. Они будут обслуживать те же самые участки, которые они обслуживали. Мы не меняем докторов. Нет. Остается все то же самое. Даже руководство у них остается. Тот же зав. педиатрическим отделением, те же зав. поликлиникой. Также курируют своих же докторов. Поэтому, поверьте, то, что произошло, да, это вынужденные меры мы должны закрывать. Мы не планировали закрывать это отделение. И вы прекрасно понимаете, для того, чтобы провести ремонт, да, нам нужно и заключение, и проектно-смертная документация, и экспертиза проектно-смертной документации, и объявление аукциона. И все это требует определенных временных, прежде всего, норм. И я так планирую, что аукцион может быть окончательно уже проведен, но где-то к началу лета, не раньше. И поэтому сказать, как требуется, заключайте договор, быстрее ремонтируйте. Нет. Нам 44-й федеральный закон не позволяет этого делать. Мы работаем по 44-му федеральному закону. И правовую сторону нам никто не позволит отменить в рамках пожеланий родиться. Сколько было помещений в этой поликлинике? В этой поликлинике? Ну, я вам не могу сказать абсолютное. Абсолютное. Но в разы... Так, в разы меньше трех? В разы... От норматива? Вы имеете в виду какой вопрос? От третьей поликлиники? Да, ну, третья поликлиника, ну, раз в пять по площадям больше. Нет, вот понятно, там выделяется три кабинета. Во сколько раз меньше трех кабинетов было здесь? А здесь я более-то скажу, в одном кабинете одновременно шел прием двух участков. Вот один доктор здесь или другой там. Понимаете? И... Сколько было... Извините. Виталий Юрьевич, инфекционной клинической больницы. Меня зовут Вера Федоровна Харитонова. Распоряжением губернатора, вы все знаете, 262-е, было принято решение о реорганизации двух лечебных учреждений. Шестая детская инфекционная больница. Это объединение, которое включал в себя стационар и поликлиника. Поликлиника, это вот десятая, где мы сейчас с вами находимся. Никто не планировал, не планировал переводить полностью все педиатрические отделения на территории третьей детской больницы. Не планировали. Но в силу чрезвычайной ситуации, вот так сложилось, что произошла протечка крыши, что была залита вся электро... ну, все проводки электрические. Мы вынуждены были отключить анализаторы, всю лабораторную службу, отключить...